За последние пару тем мы с вами написали бэкап скрипт, автоматизировали его через крон, а также создали раздел для бэкапов с VDO. Этот бэкап стал частью системы. Он периодически выполняется, использует какие-то ресурсы, связан с сервисом VDO и все такое. Почему бы нам не связать его с систем D? Зачем? Есть несколько преимуществ. Например, управление. Что мне нужно, чтобы перестать делать бэкапа? Редактировать крон, убрать или закомментировать строчку. А в случае с систем D я могу просто отключить юнит, одна простая команда. В принципе, и то и другое не сложно, когда один компьютер. А если у вас компьютеров много? Или, скажем, нужно задачу автоматизировать? Всегда легче выполнить команду, нежели редактировать файл. Другой пример – связанность с другими задачами. Допустим, у вас есть антивирус, который раз в день проверяет систему. И вы хотите делать бэкап только после проверки антивирусом. Обычно крон запускает задачу в указанный срок, независимо от других задач. Вы, конечно, можете в самом скрипте это как-то связать, но это будет костылем. А систем D позволит вам связать различные сервисы, выстроив зависимости. Еще один пример – файловая система, которая монтируется в бэкап. При текущем конфиге FASTAP она монтируется при запуске системы. Но, по-хорошему, в большую часть времени эта файловая система не нужна. И, если вдруг что-то произойдет с системой, кто-то там сделает rmrf или запустит шифровальщик, то все наши бэкапы полетят. Почему бы не держать эту файловую систему в отмонтированном состоянии и подключать только при необходимости, когда мы делаем бэкап? Да, конечно, это можно делать и через сам скрипт и через крон, только это будет костылем. У нас либо скрипт перестанет быть универсальным, либо придется через крон. В принципе, крон неплохой вариант, но, как я говорил выше, командами все же предпочтительнее. Итак, что мы сделаем? Создадим пару различных юнитов систем D. Во-первых, сервис, который будет запускать наш скрипт для бэкапа. Во-вторых, таймер, который будет задавать периодичность бэкапа. В-третьих, маунт, который будет монтировать файловую систему бэкапа. В-четвертых, автомаунт, который будет запускать третий пункт при необходимости, а не при запуске компьютера. В-пятых, таргет, чтобы объединить несколько сервисов в одну группу. Остальные типы юнитов обычно трогать не надо. Их настройка нужна для более редких задач. Свои юниты желательно создавать в директории etc-systemd-system. Это просто текстовые файлы с определенным расширением и синтаксисом. Для начала создадим mount-unit, так как он нам пригодится в дальнейшем. Обычно имя mount-unit совпадает с путем монтирования. И systemd сам генерирует эти юниты на основе fstab. Давайте просто возьмем готовый юнит и используем его. Скопируем все, что здесь есть, создадим файл с таким же названием и вставим туда скопированное. Я собираюсь убрать эту строчку из fstab, чтобы только systemd управлял этой файловой системой. Поэтому немного подредактируем файл. Уберем комментарии в начале. Сперва идет секция юнит. Она есть во всех юнитах systemd и в ней указывается описание юнита и зависимости от других сервисов. Убираем лишние. Source Path и Documentation. Они указывают на то, что этот юнит был сгенерирован с systemd, что не актуально для нашей ситуации. Добавим description. Ниже указаны зависимости. Before, After и Requires. Before и After говорят о том, что данный mount должен быть запущен до localfs-таргета и после wdo-service. То есть эти опции определяют порядок запуска юнитов. А requires говорит о том, что для работы этого юнита необходим также сервис wdo. Если тот сервис не запущен или его не получается запустить, то не нужно запускать этот mount. В секции mount все предельно понятно. Where – куда монтировать. Вот какую файловую систему. Type – тип этой файловой системы. Options – опция монтирования. Все как в fstab. Опция x systemd requires больше не нужна, так как она была нужна для генерации вышеуказанных зависимостей от wdo. Это нужно для fstab, а мы сразу создаем mount через systemd. На этом сохраняем файл и выходим. Но прежде чем пойти дальше, нужно убрать или закомментировать строчку в fstab и отмонтировать файловую систему. Чтобы systemd перечитал свои файлы и увидел наш mount файл, нужно запустить sudo systemstil daemon reload. Проверим, увидел ли он наши изменения. Да, это наш измененный файл. Теперь протестируем наш mount. Посмотрим, примонтировано ли что-то в backups. Как видите, backups сейчас принадлежит к корневой файловой системе. Запустим наш юнит. Теперь файловая система с wdo примонтирована куда нужно. Остановим юнит. Теперь ничего не примонтировано. То есть сейчас за монтирование отвечает только systemd. В зависимости от того, запущен юнит или нет, у нас будет монтироваться файловая система. Для примера рассмотрим еще юнит автомаунт. В нашей ситуации он не нужен, но в целом полезно знать. Сейчас наша файловая система отмонтирована, а значит backups пустой. Автомаунт позволяет монтировать файловую систему при запросе к ней. То есть пока нам не нужно, файловая система не примонтирована. Но стоит нам посмотреть или зайти в эту директорию, systemd сам примонтирует то, что нужно. Выйдем, не будем пользоваться, отмонтирует. Это обычно нужно для сетевых файловых систем, для зашифрованных дисков и там подобное. Чтобы сократить время запуска операционной системы. И дает кое-какие определенные плюсы, которые нам пока не интересны. Автомаунт юнит должен называться как и сам маунт, но после точки автомаунт. Так как при автомонтировании нам нужен сервис wdo, секция юнит со всеми зависимостями должна совпадать. Поэтому просто скопируем с основного маунт. Основная секция автомаунт. Здесь мы указываем where. То есть куда мы заходим, чтобы автомонтировалась файловая система. Также здесь время для размонтирования. То есть если на протяжении 10 секунд не обращаться к примонтированной файловой системе, она автоматически отмонтируется. Я указал небольшое время для теста, а в реальных условиях обычно больше, минуту-две. В отличие от предыдущего юнита, который мы хотим запускать при необходимости, этот юнит должен работать всегда. Если этот юнит работать не будет, автомонтирования тоже не будет. Поэтому нам нужно, чтобы юнит запускался при включении компьютера. Для этого нужна секция install. Здесь обычно указывают, каким сервисом или таргетом требуется данный юнит. И, как правило, речь про multi-user target. Сохраним и выйдем. Применим наш конфиг. Затем включим и запустим сервис. Здесь ключ now нужен, чтобы разом добавить в автозапуск и включить юнит. Также проверим статус. Все работает. Теперь потестим. Для начала убедимся, что ничего не примонтировано. Вроде нет. А попробуем посмотреть содержимое. Файлы на месте. Сразу же проверим список примонтированных файловых систем. Как видите, файловая система примонтировалась. Подождем немного и перепроверим. Опять пусто. Но, как я говорил, нам автомат не нужен, поэтому его убираем. Теперь сделаем сам сервис. В секции юнит укажем описание. Укажем, что для работы сервиса нужен юнит backups mount. И что этот сервис запускается только после него. Дальше добавляем секцию service. Здесь мы указываем, что и как запускать. Какие-то дополнительные команды до и после. От какого пользователя. Что делать, если сервис упал. И кучу других настроек. Но для начала нужно указать тип. В данном случае в one-shot. Этот тип используется для скриптов. В чем суть типа? Обычно за сервисом стоят демоны. Программы, которые постоянно работают на фоне. И система D отслеживает состояние процесса, который запустила, по процесс ID. И если с этой программой что-то не так, если вдруг процесс остановился, система D может попробовать перезапустить программу. В случае скриптов все проще. Скрипт запустился, сделал свое дело и завершился. Нужно ведь предупредить системе D, что если запущенная программа завершилась, это не говорит ни о чем плохом. Просто скрипт выполнил свою задачу. В общем, программы работают по-разному и системе D должен знать, как себя вести в тех или иных случаях. По-хорошему, стоит избегать использования рута. И бэкап должен запускаться от специального пользователя. Я не настраивал права, и это не совсем входит в данную тему, но для примера я оставлю в закомментированном виде запись. User равно бэкап. То есть, от чьего имени будет запускаться сервис. Основная строчка – exec start. Собственно, то, что нужно запускать. Можем воспользоваться плюсами систем D. Посылать стандартный вывод и ошибки в сислок, чтобы потом посмотреть и сортировать через journal.qtl. Зачастую в сервисы добавляют секцию install, чтобы он автоматом запускался при включении компьютера. Но это не актуально для нас. Нам не нужно при каждом включении делать бэкап. Скрипт будет запускаться таймером. Поэтому с сервисом достаточно. Сохраняем и закрываем. Тут еще может быть миллион разных настроек в зависимости от типа сервиса. Но у систем D неплохая документация. Если вам нужно что-то конкретное, всегда сможете найти или спросить. Опять же, перезапускаем демон. Прежде чем потестить, я немного подправлю скрипт. Раньше он сам отвечал за преднаправление вывода в лог файл. Теперь этим занимается систем D. Также подправим директорию бэкапа – backups. Прежде чем потестить, проверим, примонтирована файловая система. Нет. Отлично. Попробуем запустить сервис. И видим ошибку. C-Linux не разрешает нашему сервису запустить скрипт. О C-Linux мы еще поговорим, но вкратце это система безопасности. Я подозреваю, в чем дело. Ей не нравится, что сервис пытается что-то запустить из домашней директории. Это легко исправить. Просто переместим наш скрипт в юзер LocalBin и подправим строчку exec start в сервисе. Попытка номер два. Подождали немного и все сработало. При запуске сервиса у нас выполняется бэкап. И даже файловая система премонтировалась. Потому что сервис бэкапа требовал backups.mount. И если посмотреть статус сервиса, внизу видны логи. Их также можно посмотреть через dron.ld. Но так как мы убрали автомаунт, файловая система все еще висит. Даже если бэкап завершился. Попробуем это подправить. Для этого свяжем юнит mount с сервисом. И в секцию юнит добавим bins to. Благодаря этой опции mount будет следить за сервисом. Если тот перестанет работать, то и mount завершится. Ладно, сохраним и выйдем. Давайте тестировать. Для начала перечитаем конфиг. Затем остановим backups mount. И убедимся в этом. Как видите, премонтирована корневая файловая система, а не VDO. Теперь стартанем сервис бэкап. После чего сразу проверим. Как видите, VDO не премонтирован. Но если премонтировать вручную, то последние бэкапы там есть. Правда, есть довольно весомый минус. Binstoo делает такую привязку, что даже при простом монтировании этой файловой системы в эту директорию, как указано в юните, запускается сервис mybackups. Для примера проверим, премонтирована файловая система. Пусто. Теперь премонтируем вручную. Посмотрим содержимое. И сразу тут появился файл с новым бэкапом. То есть монтирование привело к запуску mount юнита, а он запустил сервис бэкапа. Через какое-то время бэкап закончится, сервис остановится, что приведет к остановке маунта, и файловая система отмонтируется. С одной стороны, это легко обойти. При необходимости можно просто монтировать в другую директорию, чтобы лишний раз не делать бэкап. С другой, будь у нас демон, а не скрипт, такой проблемы не было бы, так как есть другая опция, part of, вместо bin to, которая не вызывала бы лишний раз сервис бэкапа. Но эта опция отрабатывает только если сервис стопится с помощью систем D, а не скрипт завершается. Также есть другая опция, stop when unneeded, останавливает юнит, если сейчас никакой другой юнит не требует работы этого. Но почему-то у меня это не сработало. Теперь перейдем к таймеру. Имя таймера должно соответствовать имени сервиса, но в конце точка таймер. Опять же, начинаем с секции юнит, где добавляем description. Потом добавляем секцию таймер, где и будем указывать периодичность бэкапа. Время можно задавать по-разному. Связать его с определенными часами и минутами, например, в 11 вечера каждое воскресенье, либо со временем запуска компьютера, например, через 15 минут после включения, либо промежуток времени от последнего запуска таймера. Много различных вариантов, поэтому мы сделаем так. Делать бэкапы каждый день в 11 вечера. А если вдруг компьютер будет выключен и пропустил один бэкап, то сделать его после включения. Для этого мне понадобится опция on calendar со значением таким-то. Здесь первые три звездочки это год, месяц и день. Хотя можно указывать по-разному. Также добавлю опцию persistent true. Это как раз для того, чтобы в случае пропускания таймера, если компьютер был выключен, после включения автоматом сработал наш бэкап-сервис. Но и для таймеров существует отдельный таргет, который можно указать в секции install, чтобы добавить таймер в автозапуск. Опять же, после сохранения файла перечитываем конфиги. Потом включаем таймер. Ну и смотрим список активных таймеров и время их срабатывания. Напоследок рассмотрим таргеты. В основном таргеты мы создаем, чтобы объединять юниты в группы и через эту группу управлять ими, указывать целую группу в зависимостях и тому подобное. Это не совсем подходит под нашу задачу. Но для примера используем что-нибудь другое. У нас остался неиспользованный автомаунт. Возьмем его для теста. Создадим таргет. Создаем секцию юнит и добавляем description. И создаем секцию install, где укажем, чтобы наш таргет грузился при включении компьютера. Сохраняем и выходим. Перечитываем конфиг. Включаем наш таргет, чтобы он грузился при запуске системы. Дальше надо в юнитах, которые мы хотим объединить, указать этот таргет в секции install вместо мультиюзер таргета. Сохраняем и выходим. Снова перечитываем конфиг. И включаем автомаунт. Обратите внимание, где создалась символическая ссылка. У таргета появилась своя директория, как это было с мультиюзером. Теперь у нас есть таргет, внутри которого один юнит. Ну и перед тестом проверим статус автомаунта. Он выключен. Попробуем стартануть таргет. И перепроверим статус автомаунта. Он запустился. Но при остановке таргета сервис сам не останавливается. С одной стороны это хорошо. Это немного безопаснее, чтобы случайно не вырубить важный сервис. Однако, если мы все же хотим, чтобы юнит перезагружался вместе с таргетом, можно в секцию юнит добавить опцию part of. Сохраняем и выходим. А дальше, как обычно, перечитываем конфиг. Посмотрим статус юнита. Работает. Попробуем стопнуть таргет. А потом заново посмотреть статус сервиса. Сервис стопнулся. То есть все правильно. Подведем итоги. Мы с вами научились делать юниты для систем D. Mount, автомаунт, сервис, таймер и таргет. Это довольно простая задача. И хотя эта тема невероятно огромная, в большинстве случаев хватает небольших юнит-файлов. В системе и интернете есть документация и большое количество примеров. Хотя маунты и таймеры могут встречаться реже, и вместо них всегда можно использовать крон и fstab, с сервисами все несколько иначе. Нередко администраторам попадаются программы, которые нужно запускать при включении сервера. Но либо производитель не дал готовые сервисы для систем D, либо эту программу написали ваши программисты, которые могут не разбираться в систем D, ну или вы сами хотите изменить процесс, построить все иначе. И вместо того, чтобы при каждом включении вручную все запускать, вы всегда можете сделать из скриптов и программ сервиса, которые автоматизируют и облегчат вам работу.